Мосгор избирком зарегистрировал 216 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На данный момент отказали в регистрации 27 кандидатам. Среди них оппозиционеры Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас. К слову, тот же Яшин на прошлых выборах, несмотря на все фальсификации и барьеры, победил с большим отрывом. Выглядит все это как попытка не допустить настоящего кандидата, кто действительно работает и борется с коррупцией. Всего документы подали около 300 человек. Большинство, как по щелчку пальцев, собрали необходимое количество подписей. А вот Ивана Жданова, Любовь Соболь, Илью Яшина и некоторых других ждали трудности и отказ в регистрации. Может быть, одного в конце концов пропустят, и мы будем кричать «Победа!». Здесь сработает только общественное давление. Допущены должны быть все до единого кандидаты, кто собрал подписи. И, конечно, все только начинается. Я считаю, что это решение принято в Валентаристске по доказку мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. И вы действуете сейчас незаконно. Вы фальсифицировали итоговое решение комиссии, потому что вы основывали его на справках Липовых, где рисовкой признаны настоящие подписи. Вы не ознакомились с заявлениями людей, которые на камеру подтвердили, что их подписи, признанные рисовкой, настоящие, а не поддельные. Вы не ознакомились с возражениями, которые мы предоставили вам. Вы просто проигнорировали все документы, которые мы вам дали. Я призываю всех прийти на митинг Сахарова, на митинг на проспекте Сахарова 20 июля и отстоять наше право на нормальный город, где члены избирательной комиссии не будут в нахуй фальсифицировать документы и отказывать от регистрации популярным кандидатам, которые победят Единую Россию на этих выборах. Я призываю всех приходить на улицы, потому что только улица решает. Вот эти заседания в кабинетах, колуарные какие-то разговоры в кабинетах, они не помогают. Мы представили возражение этими бумагами, просто потерлись избирательной комиссии. Здесь есть разногласия с их данными, здесь есть конкретные ссылки на законы. Они нам не дали с ними выступить, не дали их озвучить и даже не ознакомились с ними в писанном виде. Поэтому решает все только улица. И я считаю, что нужно выходить сейчас, потому что следующих выборов у нас уже просто не будет. Вчера у Яшину не пустили людей, которые готовы были признать, что их подписи признаны с номерисовкой настоящие. Сейчас они просто дали возможность предоставить флешку, но они даже не посмотрели видео людей, которые сказали, что их подписи настоящие. Они ознакомились с писанными возражениями. Они буквально не захотели даже рассмотреть аргументы. Они даже видимость не сделали законности. Они просто плюют и потирают сомнения москвичей. Пяти тысяч москвичей, которые оставили подписи из моего движения. Они просто взяли и плюнули им в лицо. Поэтому трудно каждый день в 19.00 и мидит на проспекте Сакрово 20 июля. Я там обязательно буду и призываю всех выходить. У меня нет вообще никаких иллюзий, что эти выборы мэр Савьянин решил зачистить полностью. Он решил не оставить ни одного кандидата от оппозиции. Популярно на этих выборах. Потому что он боится нас. И боится, что мы его Единую Россию победим на этих выборах. Поэтому он сюда своих марионеток прислал, которые сейчас запрещают мне все. Вести эту съемку сейчас запрещают, там рассказывают. Поэтому я считаю, что надо выходить. Это последний шанс настоять. Вообще наш город и нашу страну. Потому что если нагло фальсифицируют эти выборы, которые на виду у всей страны, которые обсуждают все социальные сети, все СМИ, зарубежные, российские, только делают, что о них пишут. И они крадут нагло. Вот эти выборы, они украдут любые другие выборы. И в регионах, и выборы мэра Москвы, выборы президента, выборы Государственной Думы. Никакие выборы больше будут невозможны. Если сейчас эти выборы, они украдут у нас. Поэтому выходим все на улицу. 19 часов Трубная и 20 июля комбитерных законов. Большое согласование. Если не сейчас, то уже никогда. Это последний шанс, ребята. Но вы крадете наше время. Вы крадете наше право выбирать и быть избранными. Извините, мы крадем ваше время. Вы здесь собрались, извините, ради того, чтобы оценить подписи кандидата. И когда кандидат предлагает обоснованные возражения, что вы делаете? Вы говорите, вы крадете наше время. Так зачем вы тогда сидите? Идите, гуляйте. Никто ваше время не украдет. Вашей комиссии, которая обязана существовать. Деньги в карман не жмут, которые вы получаете за это время. Не жмут деньги в карман. А ваши нам зажаривают. Вы нам не знаете, куда пихать. А вы давайте посещаем. Все наши деньги, мы их отрабатываем. Полиция составила протокол о неуважении к власти на жителя Красноярского края Евгения Носкова за пост ВКонтакте. Носков в посте выругался в адрес Путина и пожаловался, что работает за троих, а получает за одного. Он удалил свою страницу ВКонтакте, а в Одноклассниках написал, что хочется исчезнуть из этого мира и забыться. «Евгений, мне ли не понять твои чувства? Все это ощущается как страшный сон, но черная полоса не вечна, за ней обязательно последует белая. Не стоит поддаваться депрессии и давать этому режиму повод для радости. Он ведь чужим горем и питается. Все будет в порядке». Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца бывшего автора телеграм-канала «Фартанга.орг» Рашида Майсигова, подозреваемого в хранении наркотиков. Как рассказала мать арестованного, утром 12 июля к ним домой пришли силовики и провели обыск. На журнальном столе они нашли листовки про Грузию, которых, по словам матери, там раньше не было. После этого Майсигова задержали. По словам адвоката Аушева, его подзащитный говорит, что после задержания его пытали, что так ушам привязывали, били током, хотели, чтобы он признал вину. Когда именно у Майсигова нашлись наркотики, не уточнялось. Если вы посмотрите сам канал в телеграм, освещающий протесты против изменения границы между Чечней и Ингушетии, и рассказывающий про местных активистов, то вряд ли станете сомневаться в том, что дело сугубо политическое. Рашид не Иван Голунов. Никто и не заметит. А между тем в республике происходит настоящий беспредел. Задерживают и пытают активистов, добиваясь признательных показаний в экстремизме. Или, другими словами, идет попытка в корне задушить протест. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 61-летний Нагашибай Жусупов покончил с собой через несколько дней после просмотра сериала HBO «Чернобыль». Инцидент произошел в июне в городе Актобе в Казахстане. По словам его дочери, незадолго до смерти Жусупов смотрел со слезами на глазах фильм, вызвавший у него тяжелые воспоминания. Жусупов был солдатом-запасником, занимавшимся ликвидацией последствий аварии на четвертом блоке ЧАЭС. С 1997 года он вместе с женой и пятью детьми жил в общежитии, простояв в очереди на жилье более 10 лет, а позднее выяснил, что его оттуда исключили. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ